Мне задают вопросы, мне нравятся вопросы, я пытаюсь догадаться. Вот один из них. Почему листья раздвоился? Как я пытаюсь на этот вопрос ответить? Смотрите как. Для начала я пытаюсь просто сообразить. О том, что листья предназначены для фотосинтеза, так поглощают углекислый газ, вырабатывают кислород, вырабатывают и так далее, и так далее, это знают все. О том, что листья имеют специфическую форму для направления потоком воды, и что ни один из зя не точно ветку, а придурка у нас полстраны, которая, я имею ввиду полстраны учителей, да почти все учителя учат ветки лишние, надо резать. Они не понимают, что отрезают будущие листья. Вот этого они не знают. А ее листья перестают выполнять свою роль. Если листья не отрезать, он вот так вот имеет возможность отводить от штамба, чтобы он не гнил, и на периферии, где кончики корней, отводить воду. Но теперь вы-то уже все знаете. И тогда остался вопрос. Тогда какая роль может быть двойного листа? И тут я согласен. Смотрите, персик привитый на сливу. Вы понимаете, что такое персик привитый на сливу? Избращение. А это химера. Одни из датов химеры, как он написал? Мутирует. Правильно. Вот до чего у нас теперь народ-то стал настоящий, ниже фамилия, ниже. Вот. Молодец это. Мутирует. Я это называю генетический сбой. Почему? Это химера. Дальше. А дальше наш друг, вот его сейчас, увидим его фамилию сейчас, Сергей Галяков, присылает этот тихий ужас. И оно бы ничего, но этот тихий ужас, это последняя стадия деградации НПО Селябинска. Как его комментировать? Вы понимаете? Это тихий ужас. Вот. Они раньше не блистали, но я не имел права морального памяти о бывшем хозяине. Я не имел права лишний раз опинать их. Так. Смотрите. Судя по всему, по-моему, не замазали. По-моему, это работа тех нерусских, которых я видел, когда был в гостях там. Десять лет назад. Чик-чик-чик. Чтобы меньше места занимало или для чего. Всё поотрезано к чёртовой матери. Так можно сказать. К чёртовой матери. Вот. Вот это и есть деградирующий питомник. Полностью деградирующий. А ведь наш друг Сергей Галяков взял, купил. Если с этим уже понятно, давайте сюда смотреть. Абрикос привитый на полукавелье. Мы это проходили с вами, друзья? Проходили. То есть. Абрикос привитый на вишню песчаную. Если ошибся, это пусть они оправдываются. Нет, вы ошиблись. Это абрикос. И пусть покажут мне. Я видел плантации с этим самым. Большие плантации. С вишней. Аплантации с подвойными абрикосами. Я не видел. Я вам показывал мою фаину на их сайте. Но сейчас второй раз неудобное время отвлекаться. Там была фаина и написано в скобках. ВК железу. То есть без обмана. Другое дело, что я гарантию, что их саженец, вот этот вот, вот этот вот, который мы видели, это, извините за изображение, дерьмо, даст вот такие вот плоды, как моя фаина. Согласны с этим? Я тогда взял первую попавшуюся, вот она, с их сайта. Найти изображение в Яндексе. Это я левой мышкой нажал, а вот это правой. Ребята, это учёба. Давайте смотреть. Как можно до сих пор, если у них есть крупноплодные абрикосы и они продают саженцы, обещайте мне, как можно, зачем было фотографию брать из этого, из интернета? Это сказки, это не фотография. А абрикос Мелитопольский ранний, они о нём не знали, не слышали, пока я им полсоти черенкового абрикоса Мелитопольского раннего не выслал. Самая крупная, тогда был, выдающийся, как сказать, ну не садовод, а организатор Степанова Владимир Васильевич. Он у меня выписал 2000 черенков. И там был Мелитопольский ранний. Название прижилось. Это, естественно, никакой не Мелитопольский ранний. По ней все похожи. Так. 540 рублей заплатят и, внимание, внимание, получат на полукарлик. И у них там написано. Они не пишут на вишни, чтобы людей не пугать. Полукарлик еще здорово. Вот огромный абрикос. А с ним возни. Ой, там как у Железова 20-30. Ой, они падают, разбиваются, портятся. Зачем мне? А мне куплю на покупку. Помните, у меня такой, знаете, там с палатку размером. И все, и мне хватит. Я на цепочках достану. Аккуратно сложу. Во. Посмотрите на эту подлость. Вот это и есть та самая, о которой я говорил. Внимание. Вот она, биологическая несовместимость. Еще крупнее сделаю. Вот она. Видели? Вот это дерьмо. Продали с такой красивой фотографией. Вот так, Сергей. Как вы купились на это? Так вот. А допустим, ошибся. Нет. Саженцы прислали с питомника. Сады России. В таком виде я ничего не трогал. Ну, про персик мы уже продумались. Говорили. Внимание. Видели? Сады России. Абрикос, огни, челябинск. О-о-о. И вот тут его умудрились и этот изувечий. Посмотрите. Здесь был маленький, но здесь был еще один год. Кто-то его обломил здесь. Чик-чик-чик. Обрезал, не замазал. Ну, все как у нас принято. У них. Там не русские за бесценок работают. Вот. Работали. Сейчас не знаю. Людмила, Финляндия. Так, Людмила, я вас поздравляю. У вас пошли первые абрикосы. Вы прислали фотографии вроде отчета. Извините, мне не нравится. Я вам испорчу настроение. Они, наверное, весной были посажены. Вы же недавно у меня выписали косы. Наверное, в горшки. Я не вижу следов, что горшки были закопаны. Не дай Бог, если они так и росли в горшках в открытом виде. Не дай Бог. Дело в том, что у них очень бледный вид. У них очень мало зеленого листа. То есть, лист должен быть темно-зеленый. Вот. И у меня такое впечатление, что они готовятся и к одновременно ко сну, а может и к смерти. Я не знаю. Видимо, какая-то необходимость была выросить в горшках, а не сразу посадить на постоянное место. Вы вроде моя ученица. Извините, я испортила настроение. Вот. За то, что вот это явно испортила себе тоже. Вот такие дела. Что-то не то. Если стояли под дождем, они могли переполняться водой. Пусть даже там дырки в днище. Все равно вода уходит плохо. Они могли слегка гнить. В общем, вот это вот свет неестественный. Неестественный.